Хорошо их слушать. Ясно, что Чикагская школа, видимо, и не смогла сработать в России. Уровень был несчастный, в степени обстоятельств. Это наша ошибка, за которую мы должны расплачиваться. Но, видимо, российский кризис, как до того, при связи с других стран, есть и кризис всей рецептуры МВФ. Не исключено, что в этих условиях эти рецепты не работают. Нужно придумывать какие-то другие рецепты по выходу из кризиса и по обеспечению экономического роста. В любом случае ясно совершенно, что тот либеральный монетаристский курс, который выдвигало правительство Гайдара Чубайса в разных вариантах, который поддерживался МВФ, не сработал. Это полный провал этой модели. Развитие, это совершенно очевидно. Что же касается того, что почему умных людей у нас, ну, очень высока степень деморализации, они еще пока не организовались после революции. Плюс довольно сложная экономическая ситуация общая. Никто же не знает, что это там действует. Тем более, ведь еще экономический кризис грядет, видимо, и на Западе, и не только у нас. А вы думаете, что иностранные инвесторы будут продолжать их бедность? Те, кто вошел, большинство из них останутся, потому что они, те, кто вошел в Россию, в общем, как правило, получают довольно высокие здесь прибыли. Новых же ожидать в ближайшие годы не приходится. Я думаю, что 2-3 года, по крайней мере, нам не придется ждать новых инвесторов. Но, в любом случае, вопрос не в иностранных инвестициях, вопрос о том, чтобы создать правительство и создать политическую систему, которая была бы гостеприимной для инвестиций вообще. Ведь самое смешное, что уровень недоверия к прошлым реформаторам и к руководству страны был столь высок, что русские не вкладывали в свою экономику. Почему же иностранцы должны? Откажите, вы думаете, сколько сейчас россиянам за Евгений вообще остались, кстати, доверия? Ну, есть, может быть, один-два процента. А как вы сами считаете, как политолог, даже если у вас такая конституция, это разумно, что политика держит конституцию, как золотой грал, если большинство демократических избирателей, видимо, не хотят этого президента? Нет, ну, здесь, в принципе, здесь есть два вопроса. Первый заключается в том, что нужно ли уважать конституцию или нет. Да, нужно. Потому что если не уважать конституцию в стране, в которой конституция не действовала никогда, то очень трудно будет построить нормальное общество. И второй вопрос, это о том, должен ли президент Ельцин оставаться у нас. Так вот, я считаю, что президент Ельцин должен, как можно, скорее уйти добровольно. Я думаю, что у него есть полное конституционное право добровольно объявить новые выборы. Мы должны выбрать нового президента. Это нужно сделать, конечно, только тогда, когда у нас будет хоть какое-нибудь эффективное правительство. Сейчас у нас никакого правительства нет. И отставка президента в ситуации отсутствия правительства могла бы иметь как статистические последствия. Но как только у нас будет правительство, нам нужно будет всем добиваться того, чтобы президент Ельцин как можно скорее подал отставку. Потому что с ним никакое правительство реально эффективнее быть не может. Сейчас очень многие знают, что армия тоже страдает последние несколько лет. Блохое питание, базовые условия жизни уже не гарантированы. Взаима приближается и так далее, и так далее. Вы считаете, что это тоже, может быть, тоже опасно? Просто нас... Ну, на идею, настолько опасности, что трудно выбирать из них худшую. Мне кажется, что армия не самая худшая опасность. Она в значительной степени деморализована. Она привыкла жить плохо. К тому же, все-таки, что-то они получают. А если скорее? Например. В СБ тоже, насколько мне известно, ситуация относительно нормальная. Так же, как и в МВД. Там есть задержки зарплатами, но, тем не менее, ситуация некогда стратегическая. Я не думаю, чтобы эти органы вышли под контролем. Другое дело, что они не пойдут на защиту существующего режима. Это точно. Да. Я бы тоже с удивлением слышал, что в субботу в СБ высказали, что в Черномызии что-то неправильно передали информацию. Это был первый раз, что я от СБ такой... Я не знаю, о чем вы говорите, поэтому я не слышал. Но насчет освобождения этих вкладзарожников на Новой Земле, он сказал, что неправильно сказать, что на МВД. Там только два дистанции будут. Ну, это нормально. Нет, это нормально. Это прекрасно. Если человек сделал ошибку, фактически... Но таких событий, как в 93-м году, останки на МВД. Я думаю, что таких событий не будет. Я надеюсь, что не будет распуска Государственной Думы, потому что Дума, при всех ее минусах сейчас, это один из главных, если не главный оплот стат, а оплот некой стабильности. Это орган, через который канализируются общественные мнения, общественное недовольство, и ее разгонять нельзя. Если вдруг ее разгонят, то тогда я не исключаю нового витка нестабильности. К сожалению, ситуация опасна. Вы, как политолог, как смотрели бы массовые протесты, если они организовали сбой? Допустим, те сотни тысяч людей, которые потеряют работу, которые думают. Если они забрались перед Думой, перед Думом, вы за это? Вы, скажите, лучше спокойно дома сидеть. Ну, они не выйдут сейчас, если их никто не будет организовывать, потому что, как я сказал, есть определенный лаг. Я думаю, что самое опасное будет где-то месяц через 6-7. А вот, что касается выходить или не выходить, то я, если ты считаешь, лучше не выходить, а вот если выходить, то надо знать, что делать, что требовать. Вот, сейчас не ясно, что требовать. Понятно. Я хотел просто вернуться к олигархии. У нас сейчас такое магическое слово, мало кто понимает, что такое. Вы можете в двух словах... Ну, в российской ситуации олигархии – это группа ведущих бизнесменов, возглавляющих крупнейшие финансово-промышленные структуры и обычно контролирующие также еще и средства массовой информации, которые за последние полтора года, после особенно выборов президента, добились очень высокой, даже непропорционально высокой своему реальному влиянию в экономику страны власти. Но в результате этого кризиса, как первого кризиса, связанного с отставкой Виктора Степановича Черномырдина и назначением Кириенко, так и нынешнего кризиса, эти олигархи очень сильно потеряли власти. Они потеряли, во-первых, огромное количество финансовых средств. Все они очень сильно, почти все очень сильно проиграли на этом кризисе. Но они были курицей или яйцей? Они придумали разбогатение или разбогатили, потому что были такие условия? Они сделали то и другое. Как бы они, естественно, им создали условия, но они им воспользовались и потом уже, естественно, воспроизводили эти условия. Но это, понимаете, создание подобного рода капитализма было абсолютно неизбежным. И его с наслаждением поддерживал весь остальной мир, требуя немедленной приватизации. Россия провела самую быструю приватизацию в истории человечества. Мы сейчас по уровню деэтотизации, то есть по уровню развития и развития и развития и развития и развития опережаем многие традиционные категориотические государства. Но сделали это за три года. В этой ситуации просто раздавали собственность. То есть, естественно, раздавали, как всегда, в таких случаях бывают свои. Но это был курс на основу социализма, на основу влияния государства в экономику, на основу основ возобновления власти коммунистов. Это было чисто политическим. Но это беспрецедентное распространение некоторых изделий, в Москве. Вы думаете, если сейчас будет правильное правительство, не термическое, все равно они будут пытаться какие-то шаги делать, обратно получить хотя бы часть тех огромных сумм, которые каким-то образом потерялись? Ну, они потеряли, нет. Часть, естественно, любые капиталисты будут пытаться получить часть тех сумм, которые они потеряли. Я не уверен, что они получат, да, в ситуации большую часть этих сумм. Я думаю, что часть из них очень серьезно потеряла. Некоторые из них уже без возврата. Да, они останутся богатыми, возможно, людьми, но уже, конечно, не многие из этих империй на глазах разваливаются. Вообще, как вы смотрите, что средства массовой информации, как вы сказали, НТВ, Первый канал, ну, многие по слухам и по действительности понятлежат таким сильным, ну, внешним фактам. Это правильно? Или надо, хорошей демократии надо строить тоже демократические... Хорошей демократии нужно строить, понимаете, если вы меня спросили, как нужно делать, я сказал, так не нужно делать. Но у нас, я не очень уверен, что есть другой выбор. Я считаю, что нынешняя ситуация, тем не менее, в общем, обеспечивает очень высокий уровень свободы прессы, свободы слова и свободы информации, хотя бы потому, что пресса контролируется многими конкурирующими группами, и поэтому в борьбе между ними и журналисты, и читатели могут получать, или зрители могут получать, могут делать свой выбор. Это гораздо лучше, чем контроль государства. Это несколько хуже, чем свободная пресса. Но полностью свободной прессы нет нигде. Хорошо. Тогда сейчас последний маленький комплекс. Отношения с Германией, кроме инвесторов, есть политически сильные отношения. Мы даже говорим о Германии, там, Коль, Ельцинский такой. Как вы их оцените? Надо было по-другому формировать эти отношения с нашей стороны, немецкой? Они наивно были с немецкой стороны? Или как вы оцените сейчас по цветам кризиса наши отношения? Я думаю, что мы сделали несколько ошибок, и вы, и мы. Я не думаю, что можно чем-то было изменить тесные связи Коль и Ельцин. Надо было их просто дополнять гораздо более широким диалогом между элитами и лидерами двух государств. И только на последней встрече Коль и Ельцин начали встречаться большое количество министров. До того это все было сведено к встречам Коль и Ельцин. Это, конечно, было недостаточно. Но главная причина того, что российско-германские отношения далеки от оптимальных, заключается в том, что Германия в какой-то момент самоустранилась от России. Естественно, у вас было очень много проблем. У вас была восточная Германия, во-первых. У вас были ближние, ваши ближние зарубежья, я извиняюсь за использование этого термин, это Польша, Чехия, Венгрия. И, наконец, у вас было опасение, что ваши западные партнеры испугаются вашего быстрого сближения с Россией. И поэтому вы уступили Россию, особенно в экономическом отношении, с точки зрения всех этих консультантов, вы уступили Россию в Соединенных Штатах Америки. Это, конечно, было вызывающей ошибкой. И это в известной мере ошибка, которая исторически не оправдана. Но это факт жизни. Я надеюсь, что тем не менее сейчас мы вступаем в новый период отношений, когда, разочаровавшись в американской, чекахской модели, мы гораздо больше внимания будем или вынуждены будем присматриваться к концепции социальной рыночной экономики. Значит, Германия, несмотря на огромные убытки для немецких банков, должна сейчас тем более стараться? Я не думаю, что Германия должна стараться. Мы не просим помощи, тем более зачем. Что касается убытков для германских банков, то надо проверить. Всегда я знаю о цифре 100-140 миллиардов марок, которые были даны России. Никто никогда не говорит о том, сколько было возвращено. Вот я буду удивлен, если не узнаю, что большая часть этих судов была уже возвращена. Это были коммерческие кредиты, которые вернулись. В отличие от тех денег, вы платите, по-моему, около 140 миллиардов долларов, которые вы вкладываете в Германию, в Восточную Германию, это безвозвратные деньги, или в большинстве с вами безвозвратные деньги. В России вы вкладывали в основном возвратные деньги, чистые гаранты. Это только плата за военнослужащих и очень небольшие деньги, которые были даны в качестве грантов. Все остальное были кредиты, и большинство из кредитов уже возвращено. Но правительство немецкой экономики, вам она нравится, как она работает в Москве? Представитель немецкой экономики очень хорошо работает. Да? Просто мы о них снимали. Нет, они очень хорошо, активно работают, просто другое дело, что им трудно, но они достаточно активно работают. Проблема заключается не в том, в активности или малоактивности немецкой, самих немецких бизнесменов. Все-таки бизнесмены при всей их свободе в значительной степени зависят от государства. А государство не требовало от них, чтобы они шли в Россию. Требовало, чтобы они шли в Восточную Германию, в Польшу. Не требовало, чтобы шли в Россию. Ну и, соответственно, бизнесмены имеют выбор. Выбор различных возможностей. Выбирали то, куда их поддерживало, куда их стимулировало двигаться правительство. Вам кажется, немцы и русские хорошо сотрудничают, как двора народа? Мы как соседи? Вы знаете, столько лет уже вместе, уже 300 лет даже, да? Что уже трудно говорить, хорошо или нехорошо. Это фактически... Мы уже стали во многих отношениях родственниками. С родственниками, кажется, не всегда хорошо. Но, тем не менее, тут уже разорвать эти узы невозможно. Переплетение культуры, истории. Плюс в России, естественно, немцы всегда играли особо. Даже Шириновский вчера так выступил против американцев, за немцев. Ну да, но это по неизвестной причине очень даже обидно для немцев. Почему-то немецкая, противоисто-американская связь очень пропагандируется левыми, супер-левыми, супер-правыми. Я не думаю, что по этому поводу мы должны отвергать идею сближения России и Германии. И это вечная теория конспирации, что Америка нарочно тут инфитрирует экономическую систему и так далее. Понимаете, это, конечно, все в значительной степени чепуха. У американцев были интересы, они не хотели, чтобы здесь вызывался военно-промышленный комплекс, например. И это получилось? И это получилось. Но это получилось, потому что объективно мы не имеем, нам не нужно было такой военно-промышленный комплекс. Другое дело, что из него нужно и можно что-то было сохранить. Есть. Вот. Ну и другое. Американцы хотели внедрить максимальное возможное количество сюда своих собственных стандартов, свою систему права и так далее. И они в значительной степени это через своих консультантов, через помощь, они это смогли сделать. Немцы это, к сожалению, не делали. Хотя на самом деле, с точки зрения нашего будущего, конечно, нам в гораздо степени полезнее было бы брать европейские, а значит, в значительной степени немецкие стандарты. А почему вы думаете, например, Клинтон хотел встретиться с Лебедом недавно? А потому что он всегда встречается. Потому что всегда американский президент или, как правило, встречается с представителями оппозиции. Особенно в ситуации, когда могут в любой момент начаться выборы. Вообще у Лебеда есть шансы, вы думаете? Есть, конечно. Есть. Через выборы? Есть, конечно, шансы через выборы прийти к власти. Из Краснодарского края, в Москву? Ну, почему же? Он же скажет всегда, он хочет там остаться. Ну, он всегда говорит, что все политики говорят, что они хотят остаться там, где они есть, но в результате всегда практически стремятся вверх. Если перечислить три, по-вашему, самые вероятные будущие президента, можно нам дать? Я думаю, что да. Это Лужков, мэр Москвы. Это Лебедь. И это, наверное, Изюгландов. Возможно, Черномырья, но вряд ли. И они, каждый из них, ставится за совершенно другую реальность развития, или они будут похожи на эти реальности? Ну, понимаете, мы не знаем, чего хочет и чего умеет Исен Ланч Лебедь, просто потому, что у него не было еще опыта хозяйственного и политического управления. Мы приблизительно представляем, что такое Лужков. Узнаем, что в Москве как бы сложился такой своеобразный тип капитализма, где мэрия многое контролирует, но тем не менее создаются условия и для иностранных инвестиций хорошие и для мелкого и среднего бизнеса. Но именно за нарушение прав человека очень много критиков Лужкова. Но одновременно это авторитарный режим, совершенно четко. И московская пресса имеет проблему с службой, центральной не имеет. Вот. Это особое. Это, конечно, что может Зюганов. Ну, трудно себе представить, у него нет экономической программы, но он имеет наименьшие шансы прийти к власти. Хотя он неплохой оратор, как кажется. Ну, все ораторов у нас есть, у нас ораторов много. Замечательный, замечательный оратор Жириновский. Лучший, пожалуй, настроение. Вот. Все же. Вот. По этому поводу, к счастью, не выбирают, хотя и, может быть, и поэтому будет выбирать. А из этих трех, если, которые вы принимали, еще как доброго воина, как-то. Вы знаете, я повторяюсь, я руководитель не политической организации, и поэтому я не делаю политических ударов. У меня есть свои внутренние политические соображения, но я не буду. Последний, просто, у нас есть еще венгерский корреспондент. Как отношения России с венгрией? Вы видите, здесь, там тоже пострадали отношения, и как они развиваются? Ну, надо сказать, что пострадали отношения в прошлые годы, особенно в 91-93-м годах со всеми государствами бывшего соц.лагеря, потому что Россия самоедски уничтожала все связи экономические, и потом в какой-то мере высокомерно не хотела даже поддерживать политические связи. Сейчас медленно ситуация справляется. Но, и, конечно, если отойти от этого конкретного кризиса, в котором внешняя политика вообще отставлена, то я вижу, что российско-венгерские отношения, равные, как и российско-польские, российско-чешские, российско-славацкие, развиваются в основном поступательно. Ну, интенсивизируется диалог, восстанавливается или налаживается какой-то торговля. Но, с другой стороны, совершенно очевидно, что никогда у нас не будет слишком тесной связи. Во-первых, потому что с точки зрения России все-таки рынки и капитальные возможности этих стран невелики. А то обстоятельство, что они вступили в НАТО, уменьшает потенциальную заинтересованность России и в них как в мосте. А еще насчет Финляндии. Какие у вас ассоции Финляндии? У нас в Финляндии у нас совершенно замечательные отношения. И, как вы знаете, опять же, до вот этого кризиса у нас резко взаимноривался рост торговли. И, если до... если к Финляндии очень сильно потеряли от развала Советского Союза экономической точки зрения, потому что значительные отрасли экономики Финляндии работали на специфические запросы российской номенклатуры и российского рынка. Эти отрасли провалились, но затем, в последнем 95-96-97 году финская промышленность перестроилась и был огромный рост финского импорта суда и импорта из России. В принципе, отношение очень хорошее. И более того, вхождение Финляндии в Европейский Союз в очень малой степени помешал, наоборот, может быть, даже расширил заинтересованность России в взаимодействии с Финляндией. Я еще забыл, но хотелось бы еще все равно какая-то перспектива. Если еще раз, допустим, кризис каким-то образом выдумать, и он пройдет, он пройдет, когда и сколько лет восстановления и как раз вы сказали промышленность надо развивать. Может быть, те три отрасли, которые можно и будут... К сожалению, этот кризис назначает, с моей точки зрения, исторический проигрыш, в том числе исторический проигрыш для моего поколения. Выход из него может начаться только через 2-3 года, а реально проявиться только через 5. то есть мы можем рассчитывать на какой-то рост года через 3-4 только благодаря этому кризису. Это, в общем, действительно трагическое событие. Что касается тех отраслей, которые можно развивать в России, то они достаточно очевидны. Но это газовая нефтепереработка, химия, авиационная промышленность, космическая техника. Здесь у нас до сих пор и на ближайшие годы останется, если не лидерство в мире, то очень сильные позиции. Остальное, ну, а есть еще прошлые отрасли, которые в любом случае надо развивать быстро. Это переработка продуктов питания. Это тоже можно делать с помощью иностранных инвестиций, иностранных технологий, равно как и российских. Это просто работа на внутренней рынке. Я говорю сейчас о тех 3-4 отраслях, которые могут быть конкурентоспособными на мировом рынке. Но эта зима может быть и тяжелая? Эта зима будет непременно тяжелой, потому что, конечно, обычно система не очень хорошо работала, особенно с точки зрения завоза в северную территорию. Из-за этого кризиса, я думаю, будет очень плохая ситуация, совсем плохая. Я боюсь на севере. Я боюсь, что придется увозить людей оттуда. Продукты в Москве будут поесть нормально? Будут продукты. Будет меньше пока. Пока будет инфляция, пока будут прыжки цен. Но я не думаю, что если не будет совершенно неразумной политики, будут пустые прилавки. при инфляции можно наполнять прилавки. Просто придется будет в том, что меньше людей смогут себе позволить эти продукты. Именно такие продукты, как детское питание, где очень большая зависимость от импортных товаров. Во-первых, она меньше, чем была. Уже очень много построено заводов России. Во-вторых, питание, я думаю, что с элементарным набором продуктов будет решена проблема. Будет не решена проблема с ценами за эти продукты и с качеством этого набора. Сюда. Все. Пускай тогда она соответственно со мной сейчас свяжется. Я же андаянцем я уже переговорил. Извините, Ну да, я не знаю, кому я давал. Целую, да? Что дальше? Нет. Да, да. А у меня народ сейчас просто уже в баннике не ждет. То есть машина мне никак. Ну, экономист это лучше, на самом деле. Рекламу, а, между прочим, пускай они тогда эти самые дадут деньги. Ему просто не доверяли уже по определению, потому что он слабый. Ему не доверяли по определению. вычислили из всех. А это уже надо Ельцина спрашивать, не менее. Потому что удивились всех. Ну, как нет, очень просто, потому что одни савалии других, они не другие, еще можно было ожидать. Но то, что они сделали, это хуже, чем преступление. Это ужас просто. Такую катастрофу обрушить просто так. Без какого-либо катастрофу на 9,5 значит, 50-процентная. Я когда увидел, меня спросили, я сказал, что будет через три недели. Все остальные говорили, что месяцев через 7-8. 9,5 50-процентная. Нельзя объявлять это. Надо было сказать, допустим, до 8,2. Потом идти дальше. Девалюция. Но когда объявляют на 50% сразу, просто мгновенно. Это просто пускай. Я думаю, у них нет. Я думаю, что уже 30 есть. Уже 30 есть. Это я думаю, что курс паники. Но сейчас можно раскрутить на что угодно. Можно 50 раскрутить. А почему? Это же деньги. Нету, нету, никто не продает доллар. Вчера продавали по 50, по-моему. Да, они закрыли сразу. Они закрыли сразу. Потому что никто не хочет продавать доллар. Вот и все. Вчера было так плохо с деньгами, что по 50. шофер и дом огромным. Уже ничего не было. Было какое-то очень дорогое французское вино. Что, тыски тоже совершенно ненужная вещь. Но народ достаточно спокойно себя ведет. Конечно, а что спать уваживаю? Мы же забыли, а не Германия слава Богу. Все люди привыкли и ждать ничего веселого нельзя. Германии уже бунтовали бы. Да, я думаю, что тоже бы не бунтовали. Но все уже крик и выходили бы. Но зато Германия бы остановилась, а здесь все еще функционирует, настрой идет. Германия 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 Германия